Поздравить Репдовита, пожелать вам всего хорошего с тем, что Всевышний всегда с нами. Человек, куда бы еврей не пошел, куда бы еврей не поехал, он должен знать, что Всевышний все равно идет с ним. То есть раз, нашу школу Равмаш Петровер, он говорит такую вещь. Как человек должен знать, что Всевышний от него что-то хочет? Вот как знать, что Всевышний хочет? У меня недавно на столдоте задали этот вопрос. Как я буду знать, что Всевышний от меня что-то хочет? Слушай внимательно, куда обстоятельства жизни тебя направляют. Если ты должен туда идти, значит это то место, где Всевышний хочет, чтобы ты там оказался. На самом деле это очень связано с нашей недельной главой. Нам мы говорим так, что у нас есть митцва совершенно непонятная. Самое первое. Я Бог твой. Который вынул от тебя из земли египетской. Почему написано, что я Бог, когда вывезли из земли Египта? Почему он не так Всевышний обратился к нам? Это одна из двух митцвот, которые еврейский народ слышал непосредственно от Всевышнего. А здесь принципиальнейший спор между Рамбомом и Бааля-Ллахот-Гдурот. Рамбом говорит, это митцва. Всевышний говорит, я Бог твой, который вывел от тебя из земли египетской. Какого-то никакого повеления здесь вроде не слышно, да? Не слышно никакого повеления. Рамбом говорит, это митцва, повеление, заповедь. Как так? Бааля-Ллахот-Гдурот говорит, это вообще не митцва. Это, прежде чем есть митцвот, нужно же сообщить, что есть Бог вообще. Так Бог как бы открылся. Почему с землей египетской это связано? Потому что в земле Египта произошла такая ситуация. Вроде бы была природа, все подчинялось, нилускость разливался. И казалось, что все работает по каким-то законам физики, химии, биологии и т.д. Всевышний в земле Египта отменил вообще реальность. Вся реальность была полностью отменена. Ее вообще не стало. Например, вода в одном стакане. Вода для еврея, кровь для египтянина. Самая сильная мака, когда была казнь, это когда, с одной стороны, была темнота, которую можно было потрогать, пощупать. У меня есть целая история, что это, скорее всего, была черная дыра, которую Всевышний сделал даже без массы. Тот, кто физику немножко знает, поймет, что я имею в виду. А с другой стороны, был свет, который самая нематериальная и распространяющаяся без ограничений материя. Это свет. И вот это вот все Всевышний показал, что они могут соседствовать в одном месте. То есть, реальности никакой нет вообще, если Всевышний не хочет, чтобы она существовала. То есть, могут быть совершенно две разные противоположности, если Всевышний так хочет. Понимаете? Или, например, огонь и лед, когда был град. Огонь и лед в одном и том. Тоже противоречие такой. И Всевышний показал, что вся реальность, вся физика подчиняется только мне. Нет того понятия природа. Есть понятие желания Всевышнего. И после того, как Всевышний вот это сделал, он мог сказать, вот я тот, вот сейчас я открываюсь, вы меня видите, как бы, да? На горе Сенат. То есть, есть, это, они не могли жить в этом состоянии. В этом состоянии невозможно жить. Их души улетели. Потому что в человеческом теле невозможно увидеть Всевышнего и продолжать жить. Познать Всевышнего и продолжать жить. Их души улетели, а потом обратно вернулись. Говорит, вот я тот, кто отменил всю эту природу. Говорит, Баля-Лоха-Сгдойлась. Один из великих решений, комментаторов, кодификаторов, Талмуда. Он говорит так, это не заповедь. Это информация. Всевышний просто открылся. Ну, Рамбан говорит, что туда заповедь. Как же будет? А Зрамбан очень четко объясняет. Говорит, Нахон, действительно. Всевышний там им открылся. Но наша заповедь заключается, говорит Рамбан, в том, чтобы мы держались за эту информацию. Чтобы мы ее передавали дальше. Верили в нее. Знали, что она есть. Что эта информация была. Если мы не будем эту информацию дальше передавать. Если мы не будем знать, что мы живем с Богом. Что тот, кто сделал все эти египетские чудеса, дал нам Тору, вывел нас, провел. И он продолжает вести нас. Тогда ничего нет. В этом, так сказать, основной-сновной момент. Что Бог, я Бог, который вывел нас из земли, и что? Из земли египетской, и что? И то, что я продолжаю с ним жить. Поскольку я получил эту информацию от моих отцов, от моих учителей. У нас есть вот эта традиция передачи Торы. Все, мы продолжаем жить вот с тем самым Богом, который создавал небо и землю. Который показал, что физики нет. И который ведет нас всю нашу историю. И еврейский народ продолжает существовать. И куда бы ты ни поехал, в Чикаго, в Бразилию, в Австралию, куда угодно. Бог всегда будет с тобой. Тот, который вывел тебя из земли Египта. И тот, который сохранил еврейский народ. И будет сохранять, и приведет машине. Этот Бог всегда с нами. И, в общем, я хочу тебе пожелать, чтобы ты это всегда чувствовал. Чтобы это ощущение, что ты с Богом, оно тебя не покидало. Ибо из-за того, что тогда будет и помощь небес, и будет ощущение, так сказать, присутствия. Все будет хорошо, если есть это ощущение. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...